здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами Вячеслав Котляров в Харькове 19 часов 06 минут 27 08 2017 год знаете даже почему-то на определенных секундах был в раздумье запускать трансляцию или нет потому что сообщать о том чего нету ну как мы с вами человеки знаем никакой германии нету и сообщать о том чего нету не так-то просто намного проще доказать то что существует рядом с нами допустим есть континенты гигантские на которые можно попасть на физическом уровне это доказать можно а отсутствие чего бы то ни было это как мне говорят я говорю континента северной Америки не существует докажи что ее нету как можно доказать отсутствие чего бы то ни было ну особенно с континентом так а знаете что мне толкнуло запустить эфир вот есть такой мальчик не знаю ему там лет 40 может 50 может 60 но вы знаете паспортные данные не является наличием ума в интернете прыгает под ником илья волин значит я когда ну знаете думаю запуска не запускать я прочитал он к женщине натали кулак женщины 60 лет там огромное спасибо напишет слова и вот он вот этот мальчик пишет этой женщины что мол дальше соседнего села мол ты выезжала а вот этот свистун он знаете он как в чате всегда рассказывал что он там пилот летал над америкой там частными перевозками занимался но такое бла-бла-бла я говорю но есть какие-нибудь подтверждения твоим словам нету но это я к тому говорю бог с ним знаете троллей проплаченных в интернете много я чувствую даже от эти кто писали что германия есть это все проплаченные тролли ну или половина вот то есть мозг как работает надо обязательно где-то быть чтобы что-то увидеть да ну вот возьмем примеру известный путешественник уважаемый виталий сундаков но все знают что он был везде где можно где нельзя побывал везде но он-то не знает что континента северной америка нету то есть он побывал да я волен летал над америкой возил там частных перевозками занимался пассажиров а когда узнал что он летал над полуостровом который находится на юго-восточном побережье азии его бедного это начала аж типать вот как бы он был забанен у меня его разбанил а он сейчас знаете какую-то собачонка подбегает каждому кто в комментарии положительно мне написал эту лапку свою подымает и начинает там что-то скончать вот а я вообще открыл хотел забавный комментарий почитать и знаете вот специально даже их перекопировал многие комментарии потому что знал что те кто эти комментарии создают их будет потом удалять так и выяснилось я вот перекопировал ну тут ну кто читал комментарии под роликом действительно видят что очень много положительных моментов так а вот это самый распространенный вопрос германии нету где я живу кто знает где вы живете не я могу кстати я любого человека могу сказать где вы живете но вы живете в каком-то помещении до либо в доме может в норе живете этот дом находится в городе это нора где вы живете возможно находится в лесу этот город находится на континенте аси вот где где любой из нас живет я просто забавно знаете как доказательства какие приводят наличие германии сейчас я долистаю хотелось бы конечно оригинал найти просто многие подумают что это я придумал а вот вот замечательный комментарий я вообще так вот пишет некий я просто латыницу плохо понимаю язык оккупантов не признают там вот один тоже написал на языке оккупантов я его подколол мол говорю человеческим бы неплохо буквицы там писать написал буквицы а потом опять резки поэтому если я дариус ошибся с твоим именем звеняем смотрите тут вообще бесподобный комментарий думаю с германии вы испалились сам лично там был или это была часть антарктиды что мало документальных фильмов про германию и бмв вы вспомните уважаемые слушатели мне вначале это как они мне америку доказывает что континент отсутствует розетки показывают какие-то от машин номера я говорю континента америка нету мне розетки показывают окна показывают а здесь чтобы доказать наличие германии здесь нужны документальные фильмы про германию и бмв да то есть если будут фильм и документальные к рис еще художественные документальные то это будет бы это с таким успехом можно сейчас посмотреть звездные войны и сказать особенно от эти последние части они же первые которые сейчас сняты и с таким успехом сказать это документальные документальные фильмы реальные события кстати вот еще один момент я после того как вышел со своим сотовым мироустройством, сейчас я по нему быстро пробегу, ко мне со всего мира пишут письма, в скайпе общаюсь, пишут также из таких городов, к примеру, как там Берлин, Бремен, Нюнберг, Франкфурт, Кёльн и так далее, Дрезден, Лейцеп, Мартина, он сейчас в чате находится, замечательный человек, я сейчас не помню в каком-то из таких городов он проживает, там то ли Мюнхен, и мы у них спросим, многие думают, что для того, чтобы, а это как Илья Волин, надо обязательно куда-то ехать, вы знаете, чтобы в наше время можно просто сидеть в кресле и другой кто-то пейт, заснимет и покажет, вот, а этот бедный разрыдался, то есть клэпки не хватило, что все время летал над полуостровом Соединенных Штатов Америки, да кстати, вот еще примечательный момент, видите, вот допустим я ролик создавал вот тоже грустно, вот что из себя представляет ролик в Германии существует, никакой информации по сути вот как вот сейчас, просто с вами беседую, ну многим людям нравится простая беседа, ну как я вот в таком режиме вот допустим сделал ролик, антихрист потопит Америку, действительно очень много интересных вещей рассказываю в ролике, ну почти 7000 просмотров, ну 6000, делаю ролик вообще, назвал Германии не существует, ну для моего канала рекорд, за сутки 14000 просмотров, вообще я в шоке, то есть любой же человек знает, что по Европам скакаем, значит что было примечательно вот из 14000 просмотров, что многие люди впервые узнали сотовое мироустройство, вот и я быстренько сейчас по нему пробегусь, давайте может даже в видео варианте, значит наша планета, ну кто не смотрел мой ролик, это огромный шар, миллиарды раз, это схема показана шара, он миллиарды раз больше, он подобно слоеному пирогу, то есть слой земли, слой воды, расстояние между слоями 40 тысяч миллиардов миль, так вот, наша планета гигант, состоит из сот, естественно, в каждой соте есть свой мир, вот, в каждой соте находится яйцо, своя игла, это дерево джамбодвипы, ильясин и их дроссель, да, вот, из космоса она подобно улею диких пчел выглядит, ну и как я уже говорил, вот соты, допустим, в центре, вот мы тут бегаем, прыгаем, рядом с нами соседние земли, ну помимо этого, в нашей соте еще находится несколько гигантских континентов, ну, во-первых, внутри антарктического круга, как во многих писаниях пишется, что мы, наша земля находится в центре мира, вот это имеется в виду центре соты, вот, то есть, на запад от нас гигантский континент Либерия, и на восток гигантский континент Асгард, я в шоке, я сообщил, что рядом два гигантских континента, там, Титаник, куда уплыл, в Либерии, свободная тогда была страна, может, сейчас уже там рабство, Ну, такое прохладное отношение, там, ролик снял, гиперборея существует, там, за два месяца, за три месяца, 40 тысяч просмотров Тут, назову я ролик, Германия не существует, 14 тысяч просмотров, абсурд, любой человек знает, что Германии нету, вообще ее не существует Интерес к этому Говорю, есть два гигантских континента, вообще по барабану Ну, отсутствие Германии-то легко доказать, правильно? Мы объявляем конкурс, сделайте фотку, да, снимите видео, покажите, мы увидим, скажем, о, это Германия А главное, мы еще детям покажем, чтобы дети сказали, что это Германия Вот, ну, и вот мы внутри Антарктического круга, а за Антарктическим кругом находятся новые земли Ну, еще гигантские континенты Дело в том, что те, кто, вот, сколько там, 15 тысяч подписчиков, те, кто год назад был подписан на мой канал Уже все это давно слышал, миллионы раз Это я сейчас, это быстренько, вот, так как тема такая, оказывается, притягивающая Я быстренько основное озвучу, то, что важно А потом уже чепуху про отсутствие Германии Вот, ну, и наша ячейка, естественно, была оккупирована, ну, скажем так, существами нечеловеческого вида Кстати, на вот этих сотах живут 600 тысяч, ну, скажем, людей человеческого типа 600 тысяч существ Хорошо, это Леонид Тугутов Тугутов, по-моему, есть ролик Космогония Вот там это хорошо сотовое мироустройство рассказано Ну, он выучил индусские веды Ага, отлично, 154 человека Вот, видите, человек уже пишет, был в Асгарте, дорого там Так, вот примечательный момент Так, мои книги слышно? Аааааааааааа Вот я же, видите, надо было Хотя нет, может, это только собеседников плохо слышно Так, звук хороший Ой, спасибо, Анжелика Значит, смотрите, вот внимание на экран Ну это понятно, вот мне с городов, вот Мартин, я думаю, надо будет Мартина добавить Мартин, напиши, дружище, в какой ты из этих городов живешь? Я честно говоря забыл, то ли Ганновер Мартин, кстати, перевел мне ролик, это замечательно Гиперборея на местный язык этих городов Звук супер, спасибо Значит, давайте посмотрим вот этот ролик Я решил, знаете как, раз люди говорят, что Германия есть, надо на ютубе написать Германия там и посмотреть И вот ролик Германия, местные достопримечательности Давайте я даже звук включу, но я весь его показывать не буду Просто у меня эфир могут заблокировать или что-то в этом духе Просто демонстрацию включу на несколько секунд Чистота, порядок, немецкое качество и скоростные автобаны Баварские сосиски и пиво В этом видео поговорим о Германии Дальше я не буду картинку пускать То есть это Значит, нашел ролик Называется Германия Ну вы знаете, что самое примечательное в этом ролике? Что это не Германия Еще лучше Если найти оригинальный ролик этот, то он уже будет подписан не Германия А Бельгия Что такое Бельгия? Ну вот сейчас вот там неподготовленный зритель смотрит ролик Давайте я даже могу ссылку скинуть Или просто напишите Германия, местные достопримечательности Смотрите в кадре, девушка приятным голосом рассказывает про Германию Смотрите, а по факту Бельгия А, если не верите, сейчас я Давайте тогда покажу, что этот же самый ролик и Бельгия есть Так, вот, смотрите Оказывается, это Бельгия Ну и как мы теперь будем с вами Отличать это, Германию от Бельгии? Ну вот, в этом ролике в кадре говорится за голосом, что это Германия А в этом ролике говорится, что это Бельгия То есть вы, жители вот этих городов Лейпсен, Франкфурт Кельн Пришлете мне фотографии А потом выяснится, что это Бельгия А может быть даже Нидерланды А может еще лучше это выяснится, что это Швейцария Так дело не пойдет Надо серьезно подходить к этим делам Кстати, вот надо Мартина срочно, наверное, добавлять Чтобы уточнять некоторые вещи Оказывается, ну, мне вот написали Ну, как бы пообщались со мной после этого ролика Жители вот этих городов Говорят, оказывается, чтобы по вот этим городам лазить Между городами вот этими там, Ановер Паспорт не нужен То есть жителям вот этой территории Назовем ее условно Европейского полуострова Пока пускай будет полуостров Европа Где-то в центре находится определенное количество городов Там для жителей этих городов Выдали удостоверение Личности То есть если у меня, допустим, есть Вот я живу в концлагере под названием Украина То есть если у меня есть даже паспорт Гражданина Украины А получается у немцев в удостоверении написано Дойчлен, да? Ну, в смысле не немцам, немцам нету, извините Это я уже по инерции, как и мы все, да? Жителей Получается у них вообще там не Германия написано У них там Бундестагес, Дойчлен У них даже нету, что они германцы там Или немцы Они дочери А отец у них Герман Вот и все Да, хотел тоже кое-что рассказать о Германии И о национальности как бы немец Ее вообще-то нет Я пару дней назад посмотрел То есть я не посмотрел Я додумался Оказывается, и потом посмотрел на днях Там не стоит, что мы немцы Там стоит, что мы немецкие Так же, как и на русском паспорте Я думаю, там стоит русский А немецкий – это тоже принадлежность Как бы получается, никакая не нация Да, очень интересно, правда Да, вот если бы Слава даже как бы об этом ничего не сказал Я бы, наверное, и сам не додумался Так что, Славик, спасибо Да, жалко, я пропустил звонок Я совсем забыл, что, ну, может, так оно и должно было быть Ну, уже и все, эфир ушел Но есть этот эфир, если что, можно это как бы домонтировать Все-таки в том эфире было бы немножко лучше мне Как бы веса, что есть же не понимают, что я имею в виду И когда я общаюсь с человеком, который живет в одном из городов Скажем так, центральной Европы Тогда уже начинают понимать, к чему я клоню Да, я хотел тоже это немного в эфире объяснить Но жаль, ты не видел звонка Было бы интереснее просто для тех людей Которые же проживают в Германии Что никакие они, оказывается, не немцы Просто они этого не понимают Да, кстати, еще раз хотел подчеркнуть Смело здесь обсудить уже в спокойной обстановке Вот эти нюансы, назовем условно немецкие И я, может, это в качестве монтажа или что-то в этом роде На основной канал беседу залью Что еще я подготовил? Что еще? Ну, с сотовым мироустройством разобрались Еще, для тех, кто не в курсе Соединенные Штаты, концлагерь находится на юго-восточном побережье Азии Еще раз повторю, где мы живем, где мы обитаем Есть континент Ну, вот, в определенные времена он назывался Роуз Пишется через Оук Роуз То есть свет На этом континенте жили, ну, светлые люди Чистые душой, помыслами, светлые А потом пришли на эти земли оккупанты И на территории Руси Буду говорить Руси Построили колоссальное количество концлагерей Назвали их по-разному Ну, сейчас 256 концлагерей сейчас На континенте То есть, если вы, вот, у меня кто-то вот Спрашивает, а где же я живу? Ну, возможно, вы живете в Франкфурде Которых находится на полуострове Европа Город Этот полуостров, в свою очередь, примыкает К гигантскому континенту Русь Вы живете на земле Или вот как это, как это вы себе представляете? Вы живете в Германии Можно жить в доме В норе, в дупле Как вы вот себе представляете? Вот открытая местность, и вы живете в... Тогда вы живете на Германии На Бельгии На Болгарии, да? Но, что такое на... Вот Вы живете на Урале То есть, это понятно Горы Все, массив Зафоткали То есть, уникальный пейзаж, да? Вы живете на Сахалине Зафоткали Все, все Сахалин видят Зафоткайте Германию Может, это какой-нибудь Кустик Километровый вверх И в стороны Может, это какая-нибудь скала На Германии Тогда это будет логично Но если вы просто берете Вот представляете Вот у тех, кто там переживает Что из Германии Ее нет Вот у вас есть квартира И вот Трехкомнатная И тут забежали к вам беженцы И говорят Это, слушайте Мы вот тут на полу напишем Германия Польша Напишем Там Австрия Вам тут в уголке напишем Это Русь Туда идите Вот А вы такие в шоке Думают Ничего себе Это моя квартира Вы беженцы Что вы прыгаете В моем доме Рисуйте какие-то надписи На панлах Это мой дом Моя квартира Для тех, кто Не понял Территория Вот эта Асия Она же Рассия Да Эрт Украли Она же Русь Это территория Человеков совестью была Полтора миллиарда лет То есть полтора миллиарда лет С миров С варги С высших миров Прибыли первопредки А человеки с совестью Это мы их потомки У кого нет совести Это уже спекельных миров Это даже не люди Это Даже Проще комара Комара эту можно Пожалеть Не убить А это вообще непонятно Спекельных миров Из ада По другому Да Вот Теперь с немцами Тоже непонятно Вот жители Вот этих городов Что я смотрел У вас там немцы есть? Может это не немцы? Вот возьмем К примеру Может это какие-то Путины Выучили немецкий язык И канают под немцев Их забросили еще В советские времена Спецразведки И они ходят по улицам И это Сами-то они русские шпионы Русские разведчики Да? А может это еще потомки Царской охранки Может еще Сто лет назад Еще При Российской империи Забросили в эти города Русских шпионов Чтобы они там Что-то следили А потом у русских шпионов Немцы появились Родились Как это так? То есть вы берете Двух слонов Как у двух слонов Может индюк родиться? Или гиппопотам? Никак То есть Два русских разведчика Заброшены еще При царской охранке И у них немец рождается Вот потому что Немой То есть Мы к чему подводим? Подходим Вся территория Континент Принадлежит Белорозовым На этом континенте Находятся концлагеря Придуманные оккупантами Для этих концлагерей Придумана местная Афения То есть В каждом лагере Это Афения Вот я допустим Сейчас Общаюсь с вами На языке Который был придуман В 1917 году Луначарским Кстати И тогда ее было придумано Это советский язык Вот тот концлагерь Где я проживаю Здесь есть другой Местный язык Такой В песнях Живой Вот он был уже Как бы На базе Древнеславянского Ну не только он Ну в принципе Все славянские языки Что с языками произошло Представьте Амфора Единый язык Его разбили И по черепку Каждому концлагерю отдали То есть Этот уже Который На котором В моем концлагере Общается Уже был Эта форма В 1915 Разработан Грушевским А некоторые языки Вот такие Допустим Как Нидерланды Он вообще Там Его Грубо говоря 60 лет назад Не было Он это грубо говоря Вообще После 1905 года Очень много Появилось Концлагерей И в каждом Концлагере Своя феня Я пока на чат Не смотрю Чтобы смысле Не сбиваться 227 человек Ну хорошо Очень хорошо Потому что Много Опасно Если будет Много людей Собираться Придется канал Закрывать Так Комментарии Ну в принципе Уже нет смысла Читать комментарии Как тут Люди Такие вещи Забавные Пишет Ну вы их Сами можете Почитать Ну вот Мне Елена советует Чтобы я Цензурно Общался Я вообще Цензурно Всегда общаюсь И тогда Мол у меня Подписчиков Будет больше Но я Всем Все знают Что я Подписчиков Разгоняю Мне подписчики Не нужны Так Ну Вы знаете Пока комментарии читал Много забавного Там А Вот еще Интересно Вот этот Дариус Когда ему Ответил Что он Обманывает Насчет Германии Что он Мне Пишет Дальше Он Писал Чтобы Чтобы Понять Есть Германия Или нет Нужно БМВ Еще вопрос Как все Возможно Утаить От Капитанов Кораблей Ягд Самолетов Ну Ну Виде Есть Там Илья Волин Вот Видите От него Утаили Как-то Ладно Это Неинтересно Само Было Интересно Что Я Написал Что Я на Германии Спалился Так Это Важнее Чем Отсутствие Германии Потому Что Это Попахивает Шизофрении Я Может Сейчас Жители Этих Городов Добавлю В скайп Хороших Добрых Людей Почитаю Сейчас Чат Как Самочуха Слав Как Обычно Все Отлично Скажу Так Я Специально Перед Эфиром Постарался Часик Поспать Чтобы Сил Было Побольше Так Когда Написали Библию Ну Библию Начали Писать Где-то Скажем Так Условно С 1812 Года Ну Приблизительно Там 20 лет Туда 20 лет Сюда Ну Именно Ту Общепринятую Про Эдемский Сад Библии По сути Много Есть Библия Допустим Как На Луну Этого Элохины Пригласили Из Экиля Пророка Дали ему На Луне Знания Ну Можете Нам Почитать О Да Вот Приглашал В Германии Амибу Какой-то Кстати Какую-то Там Глупость Писал Месяц назад Под каким-то Роликом Хочешь Я куплю тебе Убилет В Германию Ну Может Это Знаете В дурки Люди Живут Им Объяснили Что Германия Они Теперь Это Всех Проглажают В Германии Не Не Ты Вначале Амиб Мне Покажи Эту Как Она Фото Германии А потом Мы Уже Посмотрим Во Вот Мартин Привет Из концлагеря Германия Наш Человек Сразу Видно Концлагеря Есть Никто Не Отрицает На нашей Территория Определенные Участки Огоражены Заборами Да Блокпостами И Концлагеря Есть И каждый Концлагеря Имеет Своё название Вот Вот Пишет Я живу В Германии В Берлине 20 лет Жить Можно В городе В доме Как Ты можешь Жить В Германии Германии Это ж Территория Ты ж не можешь Жить В территории Можно Жить В поле Можно Жить В лесу Ну Как Можно Жить В территории На Германии Может Ты живешь Ты на Германец Тогда Так Забавно Вот этот Намип Так 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 Я специально Стараюсь Чтобы Мне один Вопрос Комментарий Такой Не пропустить Расскажи Конкретику Не могу Ловить Конкретика Концлагеря Стран Нет Это вся Конкретика Так Как Называется Страна Которая Живут Немцы Кто Такие Не Надо Вначале Разобраться Кто Такие Немцы Чтобы Понять Где Они Живут Вот На Бип Подсказывает Что Харьков Не Нашел Вот Понимаете В чем Прикол Это Как Там Тоже Один Мальчик Писал Вот Если Москвы Если Он Тот Мальчик Не Был Типа В Москве То Значит Москвы Нет Города Есть Города Есть Ну Ладно Сколько Тролей На Тело Так Согласен Пишет Брэндон Виталий Сундаков Че Правда С Маленькой Буквы Виталий Сундаков Себя Ты Брэндон С Больших Букв Написал Из Видео Говорит Что Он Знает Такие Тайны Которые Человечество Пока Это Лучше Не Знать А С Учетом Что Он Путешественник То Почему Б И Нет Он В Курсе Ну Значит Он Тогда Пособник Наших Окупантов Если Он Скрывает Что Континента Северная Америка Не Существует Что Рядом Находится Два Гигантских Континента Которые Не Отображены На Наших Картах Тогда Он Получается Пособник А Как По Другому Так Слава Молодец Спасибо Сталкин У Слава Монетизацию Отключили Он Ни Копейки Не Получает Да Кстати Я Это Действительно Спасибо Мартин Математика Заключается В том Что Даже Там Комментариях Пишут Что Типа Я Типа Проплаченный Нет Я Всегда Вот Как Сообщаю Как Обстоит Дело Что Вот Год Назад Я Говорил У У Был Компьютер Там Гитара Ну И Сейчас Там Разве Что Диван Теперь Из Моего Личного Имущества Только Компьютер Диван И Гитара И Там Пару Тысяч Рублей На Карточке Специально Говорю Рублей Потому Что Я Скажу Что У Мня Тысяча Гривен На Карточке Гривны Не Все Понимают Ну Две Тысячи Рублей Ну Может Две Какую-то Определенную Сумму Денег Мне Плачу Там Коммунальные Услуги Продукты Покупаю В принципе И все Вот это Вот это В принципе И все Благодарен Всем Кто Помогает И не только Финансово Помогает И морально Поддерживает Спасибо Уважаемые Слушатели Я прекрасно Понимаю Что Многие Сами Нуждаются В помощи Вот Что еще Я хотел Сказать Отхватил Хаб И денежки Собираешь На Донатах Ну Вот Видите Потом Прочитал Денежки Собираю Денежки Привет Из Баварии Ну Хорошо Что Есть Город Бавария А в Харькове Есть Новая Бавария Может Из Новая Харьков Бавария Ты Из Новой Харьковской Баварии Пишешь Вячеслав Молодец Спасибо Сергей Крюков Жители Псевдо Германии Спрашивает Рэп Хэп Где Вы Живете Не Известно Ростислава Мелюхов Дед Немец Нифиг На Ну Что Можно Посочувствовать Немой Человек А Вот Если Допустим Немец Действительно Житель Того Города Которых Считать Немцем Глухонемой Как Вы Определите Что Он Немец Вот Пришлите Мне Фотографию Немца Жителей Городов Я Покажу Какому Прохожему И он Скажет О Да Это Немец Так Бредан Подсказывает Господа Ну Господа Нехорошее Слово Господа Это Переводится Го Это Вообще Скотина А Спот То Скотина Скотина Вываливается Так Космос Молчание Народ Вообще Нужно Предпринять Распространение Знаний Не болтовня А озвучение Истинного положения Вещей Представьте Насколько Миллионов Белорусовых Осталось Совестью На континенте Асии Около 200 миллионов Вот представьте 200 миллионов Поймут Что Даже самое Простое Что Континента Северной Америки Не существует Сорвутся Как говорится С любой точки Асии И придут К статусе Свободы Пешком Как можно Пообщаться Хочу рассказать Свой опыт Пересечения Границ А у меня Есть Котлер Увфм Сейчас я На него Туда Уйду На него На котлер Увфм И там Я в скайп Добавляю Всех желающих Ну Как говорится Особенно Продвинутые Уже давно Со мной Общаются Полгода В скайпе В прямом Эфире То есть Пишите на ютубе Котлерову Увм Там Инструкция Как Попасть Для беседы Прямой эфир Со мной Котлерову Пришли мне Фото Харькова Целиком Докажи Что ты там живешь Фото Целиком Харьков Это город Город Это строение Строение Зафоткать Можно А вы Себя Амибу Ведете Как Вот А девочка Кричали Что с Германией А потом Когда поняли Что вы Живете Не в Германии А в Поле Чистом Теперь Бросите Человека Чтобы он Что-то Принес Не Вот Вначале Теперь Вы Германию Пришлите Вот Такой Никакой Эфир Получился Просто Я Планировал Что будет Еще Один Соведущий Но Такой Несерьезный Подход Вот Алексей В чате Спрашивает Следующий ролик Будет России Украины Нет Ну Присылайте Фото Будем Разбираться Нет То Никаких Стран Если Есть Это Концлагеря В каждом Концлагере Свои Порядки Вообще Я же говорю Самый Важный Был Посыл Очередным Этим Роликом Объяснить Что Концлагерь Соединенных Штатов Америки Находится На юго-восточном Побережье Азии Что Рядом С нами Находятся Два Гигантских Континента Вот Это Основной Посыл Наша Планета Миллиарды Раз Больше Состоит Из сот Каждой Соте Есть Яйцо Каждому Яйце Есть Жизнь Вот Это В принципе И все Перехожу На Котляров FM Там Будет Продолжение Все А с вами Был Вячеслав Котляров Спасибо Что Слушали Слышали Всего Вам Доброго И до Новых Встреч В прямом Эфире Пока Пока